СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМА СОЮЗ НЕРУШИМА СОЮЗ НЕРУШИМА СОЮЗ НЕРУШИМА СОЮЗ НЕРУШИМА И вот благодаря вот этим парням, вот Киров очередной раз стал примером для России, когда вот этот фестиваль, который был организован, собственно говоря, зачался и вырос в Кирове, он стал примером для всей России. И сейчас по всей России проходит, это уже стало всероссийской акцией, да? Парадург, да. Парадург, да. И потом в другом месте мы расскажем еще какие были мероприятия, по которым Киров был первый, да? Но вот одно из мероприятий, вот это вот фестиваль. И приоритетных мероприятий. И приоритетных мероприятий. Вообще стоит заметить, что празднование Дня города у нас в этом году, оно будет проходить все-таки под знаком многонациональности, сотрудничества между разными народностями, вот так вот. Ну, видите, концепция настолько популярная, что она сыграет в этом году дважды, да, поэтому это большой плюс. Я хочу сказать, что даже в городе Кирове по всей России, конечно, один день там проходит, 12-го числа. А в городе Кирове у нас уже так красиво все налажено, что два дня подряд будет праздноваться как раз и национальная самобытность, культура, традиции. Это 11-го числа и 12-го числа. Ну, в рамках Дня России, то есть этим самым подчеркивается наше единство и многообразие нашего народа. Народ, населяющий вот эту большую великую страну. И поэтому у нас уже два дня. Я думаю, что потом будет, чем больше мероприятий будет, уже будет три дня. И мы потом попросим власти федеральные, чтобы выходной объявляли, как в Новый год, семь дней, чтобы люди могли отдохнуть. Итак, 11-е июня, фестиваль Дружбы народов. Вместе вятка. Давайте будем рассказывать, информировать наших слушателей о программе, о тех людях, которые будут участвовать. Ну, собственно, разрешите я начну. Значит, коротко. Да, Вячеслав Тихонович. Небольшие технические, знаете, подробности. Значит, ну, во-первых, в этом году, благодаря тому, что у нас есть президентский грант, мы фактически не пользуемся поддержкой бюджета и городского, и областного. И все мероприятие, благодаря поддержке президента, проходит именно на президентский грант. Плюс, естественно, есть вклад национально-культурных общественных организаций, которые считают нужным, каждый по-своему там, да, извините, привлечь. Я просил выключить телефон. Да, я выключил, но почему-то, да. Привлечь, привлечь, который считает нужным, привлечь еще дополнительные свои какие-то средства для того, чтобы сделать более яркие мероприятия. То есть, что я имею в виду там, да. У нас есть там, например, там почти полумиллиона рублей для того, чтобы привести национально-культурные коллективы, интересные, разные, из Кировской области, из других регионов там, да. Но некоторые организации диаспоры посчитали, что они готовы еще сверху к этим дикам. Да, добавить и привести какой-то очень интересный, яркий коллектив, который просто невозможно в эти деньги не вписывается там, да. Например? Ну, например, у нас азербайджанская организация, там фонд Азербайджан уже много лет подряд каждый год на фестивале вкладывает свои личные деньги, добавляет для того, чтобы привезти интересных артистов из Москвы, интересных артистов из Нижнего Новгорода. Это армянская община Кировской области, они везут прекрасно, великолепный коллектив, на мой взгляд, святые Армении, просто шикарный коллектив. Непосредственно из Армении? Ну, нет, они из Москвы, но они очень, это просто шикарный профессиональный коллектив. Шикарный коллектив. Танцуют, поют. Да, да. В национальных костюмах, соответственно, все это ярко, красиво, здорово. Конечно, конечно, да. Ну, естественно, благодаря тому, что вот есть у нас такая поддержка в этом году, у нас наконец-то получилось привезти очень много коллективов из районов Кировской области. То есть к нам сюда едут там пять или шесть автобусов из разных концов Кировской области. Ну, как всегда, из Малмыжи, из Кельмези, из Кельмези. Здесь можно подчеркнуть, Денислава, у нас как бы не городское мероприятие, а уже областного уровня. Да, да. Ну, областного уровня в Кирове, в рамках всероссийского. Я бы сказал, даже межрегиональное здесь, потому что едут артисты из других регионов тоже. Да. Вот, и, то есть едут из Малмыжи автобусы, там, большой автобусы с артистами, 30 человек. А они, видимо, сегодня уже и приедут. Нет, завтра. А, завтра, простите, это еще 9-й. Да, значит, из, естественно, Удмурты и Святозарева, естественно, татары из Корино и так далее, и так далее, и так далее. То есть я вот там смотрю ведомости, подписываю по питанию артистов, там у нас там питание, обед артистов, там, 200 человек, там, понимаете. Ну, 207. 207 человек, да. Ну, и здорово, что так будет, понимаете. Давайте сразу скажем, где артистов этих можно будет увидеть вот сразу. Да, 11 июня у нас в Александровском саду очень большое мероприятие будет, и, даст Бог, погода нас поддержит тоже. Порадует. А сцена будет там же, где в прошлом году? В этом году, опять же, вот благодаря поддержке мы делаем не просто одну, мы делаем две сцены. Значит, одна сцена, большая сцена традиционная, которая главная сцена Александровского сада, там выступят коллективы, которые приезжают. И, опять же, мы пришли навстречу коллективам, которые выступают каждый год, они говорят, что мы приезжаем, так далеко едем, да, кто-то из Нижнего едет, там, кто-то из Москвы. И говорят, что, ну, у нас там времени на выступление... Несколько номеров у них. Да, да. И у нас времени на выступление, там, получается, там, 15-20 минут. Ну, да, как правило, так получается. Да, и мы говорим, давайте, вот у нас еще малая запасная там сцена, там, да, которая как раз будет расположена на Пионерском переулке, где вот будет кулинарный у нас марафон проходить в «Вкусная Россия». И вот на этой сцене тоже можно будет выступить дополнительно. То есть сначала на главной сцене, потом переходим плавно на «Е», и они могут продолжать. То есть, примерно каждый может выступать там 20-30 минут, там, да? Да, сцена, она отдельная, там, комплект звука отдельный, ведущий там. Ну, да, хочется иногда посмотреть продолжительное время выступления тех или иных артистов, потому что они действительно демонстрируют высокое искусство. Ну, естественно, самое главное, одна из самых таких ярких таких моментов нашего фестиваля – это, естественно, парад «Дружба народов России». Вильмур Шмидстанович, он руководитель этого управления, да, парада, поэтому я вот ему слово передаю, он расскажет. Итак, время, место сбора. Ну, в Кирове у нас, значит, время 10-30, собираемся, улица… 10-30, 9-30. Да, 9-30, извиняюсь, 9-30. В любом случае, сейчас еще четче повторите, 9-30. 9-30. Всех кировщан приглашаю на всероссийскую шестью акции «Парад дружбы народов». Перекресток Московская и Володарского. Ждем всех, приходите. То есть 9-30 с начала? Да, 9-30. Лучшего национального костюма? Ну, там есть определенно, если каждый человек, который отвечает за колонну, за свою, там, скажем, делегацию, они все должны быть в национальных костюмах. Ну, там есть у нас регламент, конечно, минимум 10 человек, ну, максимум сколько хотят. Там заявок много уже, люди сами в этом году даже проявляют желание прийти, в этом году и нас только есть. В прошлом году не было желание прийти? Нет, в прошлом году тоже было, в прошлом году как-то мы работали через автономию, через диаспору, да, а в этом году граждане сами обращаются. Да, то есть уже свобода полная уже. Мы хотим тоже прийти. Ну, в любом случае, конечно, мы проводим регистрацию перед тем, как устраиваем колонну. Тут такие моменты, вот, очень сейчас, в этом году активно сейчас разрабатываем, как раз дальнейшие планы, как это все будет. У нас, скажем, в этом году мы планируем уже примерно больше тысячи человек на парад вывести людей. В прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, по-моему, по официальным данным, где-то полтысячи, 500-700 человек было. Ну, я надеюсь, что в этом году все у нас получится. И учитывая то, что у нас только парад, так как бы она не только в Кирове проходит, а уже по всей России 30 регионов проходит. И три города отдельно делают, допустим, регионы. Малые города. Малые города. Ну, работы хватает, много, а также хочу поблагодарить вас, что даже пригласили нас сегодня об этом рассказать. Ждем всех кировщан, жителей области, гостей области. Кто уже заявился на участие в параде? Какие народности? Ну, там, в прошлом году у нас было 14, в этом году уже 16. За счет кого приросли? Ну, у нас приросли Кыргызи. Кыргызы? Отдельно будут. Отдельно сказали, что пройдут. Также у нас добавились, по-моему, еще... Я расскажу еще. Вот. Этноконфессиональная группа у нас добавилась, которая... Кряшины. Да. Кряшины там, или Кряшины? Кряшины. Это этноконфессиональная группа, она официально существует в России, участвует в переписи населения. И у нас вообще Кировская область одна из тех областей, там, Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Челябинская область, где Кряшины представлены многочислено, ну, на юге Кировской области. Вячеслав, а вы как относитесь к Кряшинам? А я сам и есть. Он сам тоже есть Кряшина. Это я буду. Понятно. Он возглавляет колонну Кряшина. Колонну Кряшина. Все. Делегация. Делегация. Так, давайте поподробнее, что за... Кто эти люди, ну, имею в виду, ближе к кому, там, вероисповедание. Ну, она там слова уже расскажет сейчас, я думаю, более конкретные. Ну, официально, ну, то, как этнографы это трактуют сейчас на текущий момент, точка зрения там, да, есть их несколько, но официальная точка зрения такая, что это этноконфессиональная группа в составе татар. А, то есть, чем частица все-таки, да? Да, но сами Кряшины... Народ горный и не согласны с этим. Нет, не в этом нет. Это очень миролюбивый и очень скромный народ, там, да, и буквально вот ненавидно был съезд народов Татарстана, и представители Кряшинской общественности, они обратились к руководителю республики с просьбой донести до президента Российской Федерации и просьба в том, чтобы их признали отдельным народом, отдельным этносом, вот. Ну, так-то, вообще-то, в обыденной, там, повседневной жизни многие знают, ну, вот, я не знаю, Володя, почему удивился, но в целом-то многие знают, кто такие Кряшины. Ну, еще и Крещеные татары говорят. Вот, и я хотел спросить, они говорят на татарском? Да. Они говорят на татарском? Это, я бы так сказал, что это татарский язык, но он немножечко отличается от татарского. Они говорят на татарском? Да. У них музыка, так сказать, татарская, они танцуют по-татарски, собственно говоря. Это очень похожий язык, но есть небольшие отличия, есть небольшие отличия в культуре, и самое главное, что эти, значит, исповедуют Кряшины в православии. Вот, и я как раз хотел сказать, что это православные все-таки, да? Да. Православные татары, можно сказать. Да, да. И сейчас уже активно, в частности, в Татарстане идет строительство кряшинских церквей, где проводят богослужения именно на татарском языке. А подождите, чем отличается... От православной? От православной церкви и кряшинской? Нет, все то же самое, только богослужения на татарском языке. А, ну, это понятно. Это-то понятно. То есть оно... На кряшинском языке. Ну, понятно. На языке... И надо отметить, что вот до этого момента, и здесь, и в Киргской области, пока вот работа в отношении, культурная работа именно в отношении кряшинов и крещеных татар, какая-то активная, к сожалению, не проводилась. И я думаю, что вот парад у нас станет отправной точкой. Потому что в республике Татарстан, в Удмуртии, там, Челябинской области, Башкирии, эта работа уже проводится, ну, десятки лет. У них существуют отдельные культурные центры, представительства в домах дружбы народа, в центрах национальных культур. В Татарстане существует даже государственный коллектив, творческий ансамбль кряшинский. То есть у нас, видимо, к этому тоже будете стремиться? Ну, будем, да. Там, к пониманию того, что вас знают, вас ценят, что у вас есть... Ну, это долгий путь. ...на голос и так далее. Долгий, нормальный, эволюционный путь. Хорошо. Итак, 9.30, определились. 9.30, перекресток Московска и Володарского. Да. Недалеко от театральной площади. Итак, собираемся, выстраиваемся и... И на сегодняшний день уже 16 народов, народностей России уже, значит, подали заявки, зарегистрировались. Зарегистрировались, да. Значит, для того, чтобы пойти под каким-то флагом, неважно, это, так сказать, там, какой это флаг, может, мексиканский флаг, там, условно говоря, если ты мексиканец, там, ты должен зарегистрироваться. На сайте национального. На сайте национального. И, соответственно, никаких препятствий нету, ты можешь прийти, но при этом есть одно условие, что человек 10 должны быть в национальных костюмах. Ну, в национальных костюмах обязательно. Иначе, что это за парад... Это и есть, это и есть колорит. Да, иначе, что это за парад, как бы, да, ну, я просто, как бы, подчеркиваю. Так скажем, что это и в идеале неком, там, да, все равно существует определенное, там, отступление, все-таки мы, это общественная акция, общественное событие, вот. Ну, самое главное, что здесь, это, как и во всех регионах, у нас существует, там, региональный штаб в шествии, и во всех регионах, в этом региональном штабе принимаются заявки, и в каждом регионе, естественно, на шествии выходят в первую очередь те люди, те организации национально-культурные, делегации, которые зарегистрировались на это шествие. Это очень важная история. Хорошо, давайте продолжим, да, вот, перервались, собрались. Ну, получается, что 9.30 мы собираемся, устраиваем всех, там будут таблички, допустим, названия народов, там, русские, азербайджанцы, армяне, по алфавиту все пойдет. А, по алфавиту, то есть первые азербайджанцы все-таки пойдут? Первые мы ставим, поскольку мы находимся в территории России, да, и большинство населения русские, первые идут русские, они идут как бы как раз возглавлять колонную. Гятчане. Гятчане. А потом уже по алфавиту, после, допустим, русских идет уже по алфавиту, и, естественно, там будут таблички написаны, если к какому-то культуру себя относите, и там будет флаг России, флаг национальный субъект, это если люди какую-то национальность представляют, культуру какую-то, да, можно будет подойти, стать под этим флагом и вместе, совместно с ними проходить как раз этот путь, многонациональный путь до Александрского сада. А там уже начинается в 11 часов официальная часть, в 6-е, в принципе, самые такие известные шоумены выйдут в этом году, Руслан Мамедов, мой дорогой человек, кстати, у него тоже недавно, 6-го числа, день рождения был. Он был в студии как раз-таки, в свой день рождения. В любом случае поздравляю его тоже. И Борис, наш дорогой друг, тоже у Файбушенко, они вдвоем будут как бы висеть. Это вот на разных площадках, да, или на одной площадке? На одной площадке, да. А на другой, на малой площадке, как раз после нашей шествии начнется концертная программа, на большой и на малой. Там на малой площадке будет Андреев Алексеев вести. И там будет показ национальных свадеб. Подождите, не торопитесь, официальная часть в чем будет заключаться? Вот пришли, началась официальная часть. Приветствия всех участников. А что вы так быстро побежали туда, может быть? А во время парада будут там идти музыка, петь там и так далее? Вот во время парада взялись правильно. В прошлом году, сами заметили, да, там каждая делегация выходила гармошкой петь. Да, да, да. Национальные инструменты. В этом году тоже самое будет. То же самое будет. Смного звучит это ожидать. Инструменты, можно там совместно какую-то песню спеть. Да. А вот смотрите, в прошлом году вот эта вот музыка, которая иногда звучала там по дороге, там из этих мегафонов, там. Она очень мешала вот прослушиванию вот этих вот во время парада. Национальных мотивов. Национальных мотивов. Вот как в этом году будет? Точно так же из этих мегафонов будет там одно звучать, а в колонии будет другое звучать? Ну, ребята, которые занимаются этими мегафонами, технически сейчас отсматривают возможность выключения частичного их на этом маршруте. Ну, выключение или, может быть, потише, я не знаю, как-то там что-то. Ну, возможно, вообще в этом году отменим не будет этого. Посмотрим, чем лежат. Просто руководителям колонн, может быть, так организовать, чтобы вообще во время парада не было тишины в колонне. Да, вроде и не было в прошлом году. Все, каждый там, подходишь к каждой колонне. Тогда мегафон вообще ни к чему. Они пели, писали сами. Но с моей точки зрения, вы имеете в колонки со столбов или машина во главе колонок? Машина во главе колонок. Машина. А, машина вы имеете в виду, да? Ну, если вы считаете, то, конечно, это непринципиально. То есть мы сейчас рассматриваем эти возможности. Я думаю, про колонки, которые висят на столбах. На столбах они ведь тоже играли. Нет, они там такое не слышно было. Ну, да, их можно вообще там потише сделать. Ну, если эта машина с громкоговорителем, можно там рассмотреть вариант, просто подзвучить, чтобы... Ну, сейчас мы рассматриваем. Микрофоны, собственно, находились в колонне. Владимир, наконец-то, к нам приглашаем уже на мероприятие. Он прошлый год не смог принять. А мы вот отработаем в воскресенье, садись, заленчим. Да. Ну, на парад, наверное, парад. Ну, я, наверное, приду на ворот, потом с парада побегу на сюда. Да, на запись программы. А потом снова с Володей побежим. Ну, вот то, что почему... Володя вопрос задал, почему там официальная часть. У нас будет гость из Москвы. Мы пригласили сюда Мехребанас Садыкову. Ильдар Казы, она является членом по межнациональным вопросам при президенте, по национальным вопросам при президенте Российской Федерации. Совет по национальным вопросам при президенте. Вот, и она к нам приезжает, мы ее приглашаем. И она также возглавляет самую крупную организацию федеральной автономно-национальной культуры азербайджанцев России. И является президентом данной организации федеральной. И она вот там у нас будет, в принципе, мы также письмо отправили и губернатору, письмо отправили Владимиру Васильевичу, а также Владимиру, как бы главу города. Председатель ОЗС, мы всем рады. Здесь, еще раз говорю, это мероприятие не политизированное, это общественное движение, я думаю, что они все сами заинтересованы. Здесь общество собирается, я надеюсь, что все будут, и глава региона будет, и Владимир Васильевич ежегодно вместе с нами, и сам же начинал это мероприятие, а также глава города Владыгин, я думаю, что будет. Ну, в принципе, мы готовы к такому, скажем, большому мероприятию. У нас уже все работают, штат работает, все технические уже задания практически подготовлены. Надеюсь, что мероприятие в этом году еще лучше пройдет, чем в прошлом году. Вообще, велика ли команда, которая готовит данное мероприятие? Ну, если за всеми волонтерами считать, всеми, 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 кто у нас принимает участие, ну, наверное, человек 100 наберется. И каждый отвечает за свой фронт работы. Ну, очень много добровольцев, волонтеров, которые помогают просто для того, чтобы организовать там парад или какие-то другие части мероприятия, очень много людей, потому что, ну, большое мероприятие... Там же на мероприятии у нас разные площадки будут, за каждую площадку отвечает там несколько человек. Там, допустим, будет национальная свадьба, площадка национальная свадьба, отдельная площадка. Давайте плавно уже переходим к тем площадкам, которые будут в Александровском саде, саду, простите, 11-го числа. Ну, сейчас тогда, Вячеслав, об этом расскажет. Ну, то есть, вот у нас торжественная часть, когда закончится, мы благодарим всех руководителей национально-культурных общественных объединений за участие в фестивале и творческих коллективах. Дальше начинают работать все площадки одновременно. Ну, они уже будут работать с 10 утра. То есть, в 10 утра вы уже можете подходить в Александровский сад, там, на Пионерском переулке, уже будет работать кулинарный марафон «Вкусная Россия». «Вкусная Россия». Значит, мы, опять же, в этом году пошли навстречу пожеланиям представителей коренных народов Киевской области, там, да, и плов, это одна из частей теперь фестиваля этого. То есть, нецентральная? Неотъемлемая часть фестиваля, да, неотъемлемая, но важная, но, как бы, есть еще и другие, там, да, кухни, которые тоже будут представлены. Марийцы, Удмурты, Татары. Марийцы, Удмурты, Татары, да. Вот из Малмы же везут, там, конскую колбасу, например, сюда, там. Марийцы везут свои трехэтажные блины, там, и так далее. То есть, эта кухня тоже будет представлена здесь, на этом фестивале, как кухня, которая, может быть, плов не является основным блюдом, но ведь она у нас здесь, в Киевской области есть. Конечно, да. Вот, поэтому вот такой фестиваль «Вкусная Россия». Он уже с 10 утра будет работать, можно подходить уже, что-то, значит, там, покушать, купить и так далее. Там уже дымить, парить уже, все это будет. Да, уже будет вкуснота. Потом в этом году у нас появилась площадка, которая там до этого, как такого, не была выделена, но теперь она отдельная. Это аллея такая мастеров, мастера народных промыслов, которые будут в этот день показывать, как делать какие-то подделки, сувениры. Гончарный круг там прямо будет стоять, может быть, на круге что-то поделать. То есть, любой желающий сможет. Ну, да, там... Взять в руки глину и попытаться что-то сделать. Там прямо будет гончарный круг стоять, там, да. Ну, если уговоришь мастера, чтобы он тебя пустил за станок. А там, естественно... А я думаю, там сломать-то особо нечего, нельзя. Уже круг, ну, черт его знает. Глина есть глина. Потом будет, естественно, площадка спортивная представлена, там, значит, ГТО «Дружба народов», у нас гиревой спорт, там, и такие, знаете, элементы. А ГТО «Дружба народов» тут какие-то отличия есть от традиционных ГТО? Да просто назвали тогда. Ну, красивое название, но мы готовим, готовим в наше подрастающее молодое поколение сдачи норматива в ГТО. То есть, мы сами, конечно, их принимать не можем, но мы их готовим к этому с помощью этой площадки. Ну, здесь еще я добавлю, почему «Дружба народов»? Допустим, у каждой национальности есть свой определенный вид спорта. Да. Вот, и они пытаются это показать там, что какой вид спорта в этом, допустим, национальности более развито. Так же «Куреш» будет. Да, «Куреш» – борьба. Да, борьба обязательно. Ну, оно было все время всегда. Да, и опять «Барашка» одарить будем. Ну, живого. 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 Понятно. Традицию нельзя. Нарушать, да. Нарушать. Там сразу надо «Барашка» это. «Барашка» с победителем. «Большой» или «Барашка»? Я думаю, если вы спортсмен, то первое место займете, мы вам будете «Барашка». Приходите, борьтесь. Это дело молодые. Традиционно, значит, на всех соревнованиях по борьбе «Куреш» всем участникам выдается ручное полотенце. Всем. Просто вот вышли, поборолись, полотенце все равно будет. Ну, и понятно, что кто-то абсолютную батыру, он «Баран» получает. Потом площадка отдельная – это национальные игры, то есть это аутентичные игры народов, вятки. Значит, там аниматоры будут показывать, что какие есть разные варианты игр. Разных национальностей. Прошу прощения, у нас рекламная пауза сейчас должна быть, середина часа, а скоро мы продолжим нашу беседу. Союз нерушимый. Еще раз напомню про ведущих, Азиз Агаев, Владимир Сметанин, Азиз Альич напомнит про наших гостей. А почему ты про себя сам сказал? Да просто времени мало уже. Еще хочется рассказать с нашим слушателем. В общем, мы хотим больше рассказать о празднике, поэтому Володя быстро торопится. Вот, скажите, ты хотел какой-то вопрос задать? Нет, напомнить-то у нас в гостях. Да, у нас в гостях Эленур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджана, председатель комиссии по вопросам гражданского общества, общественной палаты Кировской области и Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Это люди, организаторы фестиваля «Дружба народов» «Месть и Вятка» 2017. Да, эти люди, которые заложили основу фестиваля, который теперь стал, в общем, всероссийской акцией. Хочу отметить, что очень важно, что у нас в этом году на главной сцене состав ведущих многонациональный сам по себе. Это очень важно, что у нас великолепные ведущие, Руслан Мамедов и Борис Фейбышенко, они, так скажем, этносостав. Вы понимаете, да? Для фестиваля. Вятские, ну кто их не знает. Леш Андреев, он, да, он тоже. И то есть у нас получается такая, значит, многонациональная команда ведущих фестиваля. Это просто, я считаю, что уникальная история. И мы благодарим и Бориса, и Руслана за то, что они согласились и поддержали фактически наше мероприятие. Потому что год назад, когда мы планировали смету этого фестиваля, не было такой вообще пока там, да, идей. С их стороны это поддержка фестиваля. Я их благодарю за это. Хорошо. Давайте еще по площадкам-то пройдемся. Эти все уже обозначили. Спортивная, кулинарная, свадьбы. Там еще чайная аллея будет, национальные напитки. Так что можно будет подойти. То есть чай будет по азербайджанскому, Тавго там по-трубку будет. По азербайджанский чай будет, по киргизский чай. Азербайджай там будет. Азербайджай, вятский чай. Вятский иван-чай будет. Иван-чай будет. Также другие национальные напитки будут. Айраны разных видов. Безалкогольные, подчеркиваю. Да, все безалкогольные. Китайский чай будет? Дегустация там будет. Пожалуйста, можно будет прийти. Кстати, у нас китайские будут делегации? Обещали быть, они будут как участники, на парад-то скорее всего, потому что в Китае все студенты же здесь, они 6 числа практически 80% студентов уехали. Но они обещали быть, но 6-го уехали. Но там есть частично китайцы, они придут, обещали там уже на сам. Те, наверное, которые экзамены не сдали. Да, завалили. И пришлось остаться. Хвостатые. Вот они сказали, что как раз у них тоже там экзамены, госы идут, диплом на защиту и все прочее. Они сказали, что обязательно будут на парад-то. Видите, у нас была передача, когда мы со студентами, с китайцами беседовали, очень интересно. Да, да, аспиранты у нас были китайские есть на передаче. Ну, очень важная площадка, которую, значит, у нас каждый год проходит на фестивале, это Круглый стол Дружбы народов. Она будет в Центральной ротонде, мы вас тоже приглашаем в ней принять участие. Там будет отдельная, значит, повестка, отдельное заседание. Там, да, я правильно понимаю? Да, да, там будет. То есть в праздничном день серьезном еще будете говорить? Ну, как-чуде. Мы только песни-пляски там поплясали друг друга, поздравили еще что-то сделать, большой вклад внести для развития нашего региона по межнациональным вопросам, в том числе обсудить, какие там есть возможности, какие проблемы, вообще там, что испытывает автономно-национальная культура. Ну, в том числе все практически с районов сюда переезжают, руководители. А официальные лица приглашены даже на это? Ну, мы всех пригласили, всех, мы же открыты всем. Я хотел спросить вот про мероприятия. Я сюда же официально всех приглашаю, в том числе и в Рео губернатора региона Игоря Владимировича. Ждем, пожалуйста, ради, это, мы рады всем. Я думаю, кто не придет, тот сам потеряет. Поэтому пригласили, но тот, кто понимает, что это будет хорошее, красивое и вкусное мероприятие. Ну, учитывая того, чтобы 20 тысяч человек в прошлом году участие принимало вообще полностью в празднике, полностью, как бы в шесте парада, целиком 20 тысяч человек у нас есть там. Ильинур, какой ансамбль, я все-таки спрошу, азербайджанский самый предполагается? Азербайджанский, в этом году у нас очень насыщенная программа. Сразу вы можете быть уверенным, довольным. К нам переезжает ансамбль из Москвы, ансамбль Карабах. Также у нас будет народный исполнитель, поэт на национальном инструменте САС, древний инструмент САС, Ашук Халет. Также у нас будет с Нижнего Новгорода коллектив переедет. Коллектив танцевальный? Да, танцевальный коллектив переезжает из Нижнего Новгорода. Называется «Солнце Азербайджана». Также у нас будет... А как по-азербайджански звучит это солнце? Азербайджан Гюнаши? Да, Азербайджан Гюнаши. Вот, также у нас местные, здесь мы же тоже готовим своих, также наши местные... То есть наши кировчане, азербайджанские кировчане будут тоже... Азербайджанская культура тоже будут выступать на большой сцене с песней «Кора Зурна». А, здорово. Это как переводится? Черная Зурна. Черная Зурна. Дудык. Дудык. Тутаки. Ну, пань, я, Господи мой, прекрасно. То есть на правах приглашающей стороны гостей, хозяев, вернее, да, тоже нужно что-то показать. Ну, конечно. Когда я был в Москве, как раз на дне Азербайджанской демократической республики, 28 числа, демократ Азербайджану было, 28 мая, как раз мы встретились там с послом Паладамбуль-Белеглы, уполномоченный через все посол Азербайджана. Я, естественно, его тоже пригласил, но, к сожалению, он там не может, учитывая все занятость своего, да, но тоже нам сказал, что… Детские площадки, что для детишек, для маленьких гостей, национальные игры, да. Да, конечно, конечно. То есть там детские будут, да, площадки там. Да, да, по сути-то это в основном для детей сделана площадка как раз там, да. Ну, опять же, что детские, ведь и куреш-борьба, там ведь и дети борются. Ну, подростки могут участвовать. Это очень интересная история, то есть там, и вы понимаете даже, и очень важно, что вот традиционно, когда ручное полотенце каждому выдают, да, то есть ты поучаствовал там, да, ты приходишь с полотенцем домой, показал родителям. Оно вышитое каким-то образом, там, обозначено или… Ну, извините, вот на этого бюджета у нас не было, к сожалению. А, вы закупили партию. Мы просто купили партию там, да, это очень… Да, это как предложение. Чтобы вот на эти ручные полотенца, тогда я, может, тоже поучаствую в следующем году, чтобы было вышито. Местевятка там, например, 2017, да-да, вот повесил там на стене, на стене где-нибудь. Учтем отзывы сейчас. Учтем замечания, да. Вот поэтому вот так вот весь день, и вся программа, она, коллективы выступают на сцене, площадки работают, и где-то ориентировочно до полшестого вечера у нас сейчас составлена программа. В прошлом году до пяти, по-моему, да? Ну, мы сейчас смотрим, коллективов больше, участников больше. Мы надеемся, что… перепрятать. А тут уже... Сколько планируете человек? Вот в прошлом году 20 тысяч было. Рассчитывайте. Все зависит от погоды. Ну вот я смотрю прогноз погоды, в принципе, 20 градусов, солнце, небольшой дождичек, но это ничего. Хотелось бы отметить, что даже если неважно сколько человек придет, фестиваль все равно состоится. Поэтому приходите в любом случае. Ну, такой вопрос, наверное, все думают там над этим все равно. Вопросы безопасности там все согласованы. Все согласованы. Естественно, но мы бы не стали здесь ничего делать без предварительного согласования со всеми необходимыми службами, которые на каждом мероприятии. Там проходы будут какие-то там или... Будут небольшие перекрытия улиц, там кратковременные, когда колонна шестая будет двигаться по улице Московской до Казанской, до Динамовского проезда и по Динамовскому проезду к Александровскому саду. Там будут кратковременные перекрытия улиц. Мы надеемся, что мы никого этим не не огорчим. Там минут на максимум 20. Ну, пока проходит колонна. Скажите, а вот вы молодцы все организовываете, а как вот администрации города в этом году там с вами помогали они вам или... Или не помогали. Или решили, что вы уже достаточно взрослые, чтобы сами все организовывали. Мы на своем опыте, в принципе, может быть, я бы так сказал, что администрация от нас берет опыта для того, чтобы там сделать меж... такой конфессиональные, межнациональные мероприятия. Ну, мы благодарим их. Они очень активно принимали участие несколько лет подряд. А в этом году наши мероприятия уже более самостоятельные. Мы сами проводим это мероприятие. А также мы предлагали администрации города, что совместно делать это мероприятие уже 12-го числа. Но потом так получилось, что мы уже отдельно решили, что почему не два дня праздновать, чтобы кировчане два дня отдыхали. Подарили кировчанам два дня праздника. 11-й и 12-й. Это здорово. Вы тут, конечно, полунамеками говорите. Ну, ладно, я дальше выкопать не буду, но хорошо. Будем считать, что... Вы ответили. Вы ответили. Будем считать, что вы ответили на вопрос. Не во многих регионах есть такие организации, которые могут самостоятельно организовывать такие большие мероприятия. Поэтому вот... Давайте теперь еще все-таки поговорим немного о парадах, которые в других городах будут. Три десятка, да, вы сказали? 30 регионов и 33 города. 30 регионов, 33 города. Да, потому что есть регионы... Где, для примера, обозначить? Есть регионы, в которых там не только в областной региональной столице проходит шествие там, да, а есть регионы, в которых там... Так же в Муртии, да, Столицы глазов проводят. Ну, например, как у нас, например, Киров, Слободской, Чепецк у нас, да. Да, да. Например, сам... А в Калмыкии, например, будет... И в Калмыкии, и в районе, да? Да, да, в самом Велисте, там, и будет в поселке Малые Дербенты. Можете себе представить? То есть вот они, ребята такие скромные, они как бы уже в прошлом году провели свое шествие, но никому об этом нам не сказали. Я случайно обнаружил эту информацию. Надо же. Позвонил им, я говорю, ну как же, мы, конечно, им помогли всем, чем смогли, и приготовили для них там афиши, и разработали там ролики, и все, что смогли сделать с точки зрения Центрального штаба. А у нас в Кировской области Кирове только будет? Пока в Кирове. Только потом Кирове. Ну, на следующий год мы планируем, чтобы в городе Кирово-Чапецке тоже провести. Ну, то есть как типа второй площадки крупной такой, потому что в Чапецке, может быть, и заслуживает. Ну, второй по численности. Ну, в Чапецке у нас ребята заявились, они тоже придут, жители Чапецка ежегодно принимают участие. А как это будет? В целом, если о географии говорить, там, да, то есть она начинается от острова Сахалин и заканчивается полуостровом Крым. То есть там и Иркутск, и Челябинская область, и Республика Саха, и, значит, там дальше, там Ленинградская область, Всеволожский город, значит, и так далее, и так далее. И практически весь Кавказ. Да, и практически весь Кавказ. Чечня. Ну, там, во всех этих городах суть та же самая. Люди собираются в своих национальных костюмах в определенное место, в определенном месте. В каждом городе формируется штаб, в каждом городе формируется штаб региональный, в каждом городе выбирается координатор, руководитель штаба, и в каждом городе штаб реализует все подготовительные организационные мероприятия по подготовке шествия на своей территории. То есть такая, ну, достаточно строгая организационная структура. Ну, вот сейчас, Вячеслав, вы сказали, что вы там вот малые дербенты там организаторам помогали. А много обращается к вам с Россией? Очень много. И удивительно, что мы вообще свой проект в этом году рассчитывали на 13 регионов, а у нас получилось там, вот, говорят, 30 регионов, 33 города, и мы тут на разрыв, просто голова кругом. Ну, все, что можем, мы делаем, естественно. И помогает интернет, современное средство коммуникации, и помогает то, что в каждом городе есть люди, они заряжены на этот результат, им это интересно, они хотят это сделать. Это такая инициатива уже снизу, гражданская инициатива снизу. Душа просит праздник. Да, что-то типа этого. А самое главное, в этом году еще в Москве, в столице пройдет парад дружбы народа. Ну, так скажем, что там будет некая презентация парада, там не совсем шествие, мы хотели на ВДНХ его провести, но ВДНХ в этом году на ремонте. Поэтому перекрытие улиц в Москве согласовать сложнее намного, чем в Кирове. Ну, и еще, вятка Москву в следующем году возьмет. Очень важно, что у нас есть заинтересованность в проведении такого шествия даже из иностранных государств. То есть у нас есть общественные активисты из Болгарии, которые там готовы, и сказали, что... Не в Москве. В Москве, да. В общем, есть интерес в проведении такого шествия аналогичного парада дружбы народов Болгарии и России. Мы скажем таким образом, что мы уже выходим на международный уровень. Через Филиппа Бедросовича Киркорова надо договаривать. Народный дипломат. Народный дипломат, да. Ну, я думаю, что, в принципе, сама идея, она легко может стать международной. Легко. Сколько я знаю, как бы, людей, кто живет в других странах. Да, очень сильные там российские, русские общины, и такие, которые имеют отношение большое к России, и любят Россию, они готовы что-то подобное такое провести у себя на территориях, именно как некий такой вот жест народной дипломатии и дружбы народов между странами уже. Вот я могу сказать по секрету, что с Азербайджаном уже согласовано. В следующем году в Азербайджане также пройдет аналогичное шествие. Вот вы уже заходите в компетенцию Министерства подлома СНГ. Мы без... Мы ведем народную дипломатию. Это народная дипломатия. Это народная дипломатия. Это народная дипломатия. Времени, к сожалению, у нас больше нет. Так еще раз четко произносим. Послезавтра, 11 числа, в Александровском саду фестиваль дружбы народов вместе вятка. С 10 утра вы можете туда уже непосредственно приходить. А если вы хотите присоединиться к колонии парада дружбы народов, то в 9.30 приходите на перекресток Московской и Владамского. И хорошо бы в национальной одежде. Всех ждем. Спасибо. Спасибо. Удачного всем на празднике. Всем до свидания. Удачного праздника. До свидания. До свидания.